Приветствую вас и пожалуй первое что хотел бы сказать это то что у вас это не первый вопрос такого плана, все ваши вопросы в принципе по сути посвящены одному и тому же, это зависимость от любви, от малого человека во власти которого вы оказались и собственно говоря невозможность от этой зависимости избавиться. И вы знаете вот говоря о том как пережить предательство нужно сказать так, что вот то что вы пишете, что вот молодой человек был на даче с ночевкой, не позвал вас, позвал других девушек, ну это конечно очень плохо, то что вы пишете, но нет ни слова о том что он вам с ними изменил, ну может быть просто позвал потому что это были его подруги и просто провел с ними время, повеселился, но ничего как бы интимного места не меняло. И первый вопрос который хочу вам задать, это вопрос о том, а если у вас доказательство того, что это по факту была измена, потому что если это не измена, то это просто пренебрежительное отношение к вам, пренебрежительное отношение к вам не привязывает. Почему? Потому что ну мужчина, некоторые, по крайней мере мужчины точно, очень часто могут ну просто вот сказать вот я там хотела или хочу от тебя отдохнуть, я не хочу там какое-то время тебя видеть, ну есть такие люди. Если ваш мужчина не такой, то за ним придется мириться. Вот с таким вот пренебрежительным отношением к вам, хотя и безусловно это отдельная тема для разговора. Далее, если все-таки была измена или вы все равно считаете это предательством, то тогда необходимо понять, что вот если человек совершает определенный поступок, который вы расцениваете как предательство, то важно понимать. он сам считает то, что сделал предательство, он сам считает винить ли себя, раскаивается в том, что причинил вам боль. Если нет, если нет, если для него то, что он сделал, является нормальным, естественным, правильным, как угодно еще назовите, не важно, то получается, что он лично для себя предательство никакого не совершал. А вы считаете его предательством, потому что для вас он действительно совершил предательство, но поскольку вы видите его в том свете, то человек эмоционально заинтересован в вас, то вы воспринимаете его по-другому, не так, как он есть на самом деле. То есть на самом деле для человека не является предательством то, что он сделал, потому что он не вовлечен эмоционально в отношения с вами, а вы в силу своей эмоциональной вовлеченности считаете, что он также вовлечен, и поэтому для вас это предательство. То есть, понимаете, получается так, что вы в отношении с человеком, который есть только у вас воображение. И реального человека, который не очень дорожит вам, вы принимать не хотите, не желаете, боитесь, предпочитаете себя обманывать. Но вот и возникает вопрос, а почему так? Почему вы не хотите посмотреть правде в глаза, что этот человек вами не дорожит? И это страх одиночества может быть, это неуверенность в себе, это получение от человека, от мужчины в данном случае, чего-то такого, чего одна вы получить не можете, допустим, или считаете невозможным для себя получить. И в зависимости от причин, по которым вы так себя обманываете, с каждой из них нужно работать. Может быть, она не одна, эта причина. Может быть, причин несколько. Может быть, это какой-то комплекс, комплекс, что вот там, если вы там от него, допустим, уйдете, то вы больше никого не встретите. Может быть, вы просто с детства неуверенны в себе, и тогда нужно прорабатывать детские и родительские отношения. Тем не менее, есть какая-то причина, для которой вы жертвуете своей гордостью, своим самолюбием в пользу того, чтобы быть привязанным к человеку, которого даже не существует. То есть здесь, в этом моменте, ладно, понятно, что если для мужчины то, что он сделал, предательством не является, то, простите, это человек, который не является тем, кем вы его представляете. Если человек раскаивается в том, что он сделал, извиняется перед вами, говорит, что я не хотел, я ошибся, я такого больше не повторю, то важно понимать. Вот он говорит, это слова, а делает ли он то, что говорит. То есть верите ли вы ему, видно ли по его поступкам, не по словам, по поступкам, точно он действительно понял, осознал, что причинил вам боль, что он дорожит маме и так далее. Это ведь видно, видно по отношению. И если вы изменений в отношении не видите, то, опять-таки, это первое время. Тогда нужно для начала, вот, себе сказать, что я сама себя обманываю. Я обманываю себя в том, что вот я хочу видеть человека, но в действительности он совершенно другой. И тогда у вас, ну, по крайней мере, появится немножечко другая картина мира. Вы претензите воспринимать его через премию своих эмоций и будете видеть его таким, какой он есть. И уже тогда определите, собственно говоря, вот тот, кто есть, вам подходит или нет. Потому что, если человек реально и вам не подходит, а он, скорее всего, вам не подходит, с ним отношения нужно прерывать. И прерывать очень срочно, потому что вас это вымаривает, вас это истольшает и, по сути дела, бьет по самооценке и по гордости. Дальше. Что касается, собственно говоря, третьего варианта, когда человек действительно раскаивается в том, что он сделал, здесь, конечно, решать вам. То есть, никто не даст гарантии, что даже истинное раскаяние, ну, не позволит и мужчине так поступить в будущем. Но, по крайней мере, следующая ситуация, если он вас предал, она будет для него такой же эмоционально наполненным. И то, что он сделал в этот раз, это тоже что-то такое, что является для него, с точки зрения переживаний, необычным. Не постоянным, критическим. То, к чему человек был не готов. Что это, конечно, мы не знаем, но, тем не менее, по внешней реакции, а это реакция раскаяния, это подлинное желание сохранить ваши отношения, можно сказать, что человек и сожалеет о том, что сделал. Если это эмоциональная увлекаемость человека, то это просто еще не очень зрелый мужчина в душе. Так бывает, и тогда то, что он делает, при наличии хорошего отношения к вам, при наличии очевидных взаимных чувств к вам и вас к нему, на эти моменты можно закрывать глаза. То есть, ну, вот такой вот он. Человек, да, не постоянный, но при этом все равно меня любит. То есть, вот этот момент, опять-таки, если вы сами для себя хотите, можно оставить. Вот так. И понимание того, что в данном случае предательство человека, это его рост, его развитие, понимание им каких-то моментов, осознание вашей ценности, своей ценности, ценности отношений в принципе. Все это помогает ему лучше осознать, что же для него важно. Но только постараюсь, если это обязательно последует вот такие вот сильные переживания с его стороны. Если на второй раз такого предательства переживаний уже нет или в меньшей степени, значит, человек воспринимает ситуацию как типовую, как однородную и, скорее всего, вас еще раз предаст. А с таким человеком взаимодействовать лучше не стоит и, опять-таки, нужно срочно отношения прекращать. Ну а дальше, нужно вам работать над своей неуверенностью в себе, над тем, чтобы действовать в своих интересах, а не в интересах человека. И посыпьте тело, чтобы восстанавливать свою пошатнувшуюся уверенность в себе. Для этого необходимо следовать своим интересам, общаться с людьми, исходя из них и ставить задачи, добиваться целей, чтобы осуществить свою собственную ценность и понимать, что тот, кто предал вас, является слабым человеком, не осуществим вас по достоинству. И другой человек, которого вы встретите, обязательно это сделает, а тот будет еще кусать локти. То есть, необходимо работать над повышением собственной ценности, собственной значимости, которые раскрываются, которые проявляются через занятия определенной деятельностью и достижение определенных успехов в ней. Вот примерно в таких направлениях вам нужно работать, вам нужно двигаться, и тогда у вас все получится. Получится, ребята, что вы переживете, а от зависимости освободитесь и больше не будете быть не свободны, собственно говоря. Будете делать то, что хотите именно вы, то, что соответствует вашим интересам, а с людьми будете сближаться с теми, которые ваши интересы разделяют, поддерживают, защищают и уважают. Для этого нужно работать. Требуется проведение определенных работ, и если вы сможете сделать это самостоятельно хорошо, если нет, то обращайтесь к психологу, к любому эксперту, которого вы можете выбрать у нас на ресурсе, и поработайте с ним уже приватно, для того, чтобы лично вам составить определенную схему, рекомендации, определенный набор моментов, которые могли бы вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Субтитры сделал DimaTorzok